всем привет привет сегодня мы с вами будем смотреть расклад который называется кто вас искренне любит я не буду рассматривать расклад в контексте какого-то конкретного человека ну то есть для мужчин женщина для женщин мужчина нет в общем хочу посмотреть то есть кто этот человек либо кто эти люди если меня получится дать характеристику описать их чтобы вы понимали это могут быть ваши там есть на и друзья знакомые приятели может быть кто-то из соцсетей то есть неважно здесь не затрагивается именно любовная тема а я хочу просто в общем посмотреть сюда если вашем окружении люди которые действительно вас любят именно искренне любят они за что-то там почему-то ну хотя принципе мы это тоже можем посмотреть какой формат любви если так можно разделять идея к этому раскладу пришла благодаря наталья успешная она предложила расклад который я сделала на своем втором канале если кто еще не подписан на мой второй канал то по описанию ссылки внизу есть скорее всего в описании к ролику есть ссылка на второй канал можете переходить по ней подписываться если вам интересно там была затронута тема тех людей которые мы неприятны да я не хочу использовать слово там враг либо там недоброжелатель все все такое просто люди которые мы не симпатичны по каким-то там своим соображением иной имея ввиду этих людей вот и в противовес захотела сделать и расклад а кто нас любит поэтому на тему врагов причем я делала это буквально вчера до 15 числа вышел на как интересно подать и посмотреть этот расклад подсознательная причина ненависти к вам ваших врагов так она попросила назвать тему я ее так и обозначила него там мы с вами сегодня смотрим кто вас искренне любит так расклад будет на три позиции позиции вы видите перед собой работать буду на колоде небо и земля и и давайте приступим и так первая позиция туда поставлю камешек так и мы с вами приступаем единички вообще если вашем окружении кто-то кто вас любит тройка мечей есть кто-то кто вам разбивает сердце это да либо кому вы разбиваете сердце если кто-то вашем окружении кто вас любит здесь понимаете назвать это любовью можно ли по тройке мечей назвать это любовью не знаю но это имеет отношение как каким-то людям которые находятся в вашем вашем доме хочется сказать да это возможно ваши родственники но достаточно близкие это не где-то там двоюродные троюродные и так далее нет это это люди вашей семье да могу предположить но любят или нет здесь я не совсем понимаю это любовь либо здесь понимаете какие-то чувства которые либо разбивают вам сердце либо вы разбиваете давайте уточним это вы разбиваете они вам разбивают нет скорее всего это вы вы им разбиваете сердце до своими мыслями какими-то своими хочется сказать поступками своими взглядами на жизнь своими знаете вот как-то не знаю здесь ощущение того что так как вы живете это по каким-то причинам делает им больно вот а в чем причина почему почему но они чувствуют себя ну здесь вот здесь такая энергия не не совсем приятно я ее не могу конкретизировать здесь ощущение того что им знаете вот им как будто бы не комфортно да то есть вы вот вы каким-то образом выделяетесь на фоне общих родственников и вот возможно этот человек либо эти люди которые вот находятся с вами которые здесь речь идет о вашей семье им здесь достаточно не не комфортно то ли они чувствуют себя на ступеньку ниже вас то ли знаете хочет сказать вот как будто бы вы являетесь неким таким изгоем что ли либо им стыдно за вас либо вот вы вызываете какое-то такое неловкое состояние у них когда вы находите на людях да то есть когда возможно вы без посторонних людей возможно и мы комфортно но опять же здесь такое ощущение что либо то чему вы обучаетесь то что вы изучаете вы какие-то вот ваши взгляды им не им не понятно им не не близко но при этом они понимаете они они как будто бы это не отторгают а вот они как будто бы жертвуют что ли то есть идут на уступки соглашаются но им это не нравится и поэтому вот ну я не знаю может быть то чем вы занимаетесь им это не близко но из-за того что вот у вас есть родственность или связь с ними хочется сказать да что возможно они вас и любят и поэтому готовы идти вот на какие-то уступки но вот такое ощущение что и когда вы появляетесь на на людях вот такое чувство что знаете если идете рядом они как будто вы знаете на шаг на два в сторонку отходит от вас типа ну я не с ней на либо я не с ним мы не вместе здесь такое ощущение что я как будто бы вынужден вынужден быть с этим человеком но вот мне стыдно стыдно и потому что вы плохой человек либо делаете какие-то поступки не совсем правильные а просто потому что таким вы являетесь вот ваша суть она не вписывается в общую картину мира среднестатистического человека может быть у вас вызывающая внешность может быть у вас какие-то не знаю суждения о жизни может быть того что вы верите идет вот как-то в противовес тому во что обычно люди верят род деятельности не знаю может быть ваши какие-то сексуальные предпочтения не вписываются вот стандарты здесь вот такое ощущение что знаете я как будто бы сторонюсь этого человека но при этом я его люблю это вот такой знаете как ощущение когда мать к своему ребенку ну я не знаю к примеру да допустим ребенок нет традиционной ориентации да это идет в противовес общепринятым каким-то я не знаю стандартам нормам где-то это осуждается где-то это например принимается вот ну это вызывает какой-то допустим дискомфорт у матери если на людях да вот как-то ну не комфортно а но при этом она остается матерью это остается ее он или она остается ее ребенком да то есть ее дитя и она любит своего дитя понимаете невзирая на допустим какие-то предпочтение то есть это конечно же крайне такой случай но вот хочется показать то что или например там я не знаю опять же таки на примере матери и ребенка да дети с аутизмом вроде бы внешне они кажутся нормально как обычные дети но если присмотреться да то они все равно выделяются на фоне других детей и когда мать выходит с этим ребенком или например ребенок если не с аутизмом то солнечный ребенок да выделяется все равно и не то чтобы она как-то вот стесняется его но она понимает что вот ее ребенок не похож на других и это вызывает очень много дискомфорта и неудобства какие-то непонятные вопросы может быть комментарии от людей это будет болезненно но любовь к своему ребенку она остается да то есть невзирая на то какой этот ребенок вот здесь нечто аналогичное да я не говорю что здесь идет речь о матери и ребенке я говорю здесь вот энергию такое что мне некомфортно да или например если мы возьмем в контексте это рода очень многим людям если вы занимаетесь например неважно любительски профессионально таро и вашем окружении есть муж жена люди которые не понимают о чем вы занимаетесь они они как будто бы это осуждают не принимает но ваш партнер он вас любит и как-то не то чтобы закрывает на это глаза ему некомфортно но от этого его любовь не становится меньше к вам понимаете то здесь ощущение такого знаете некого изгоя белые вороны но при этом не здесь как это правильно объяснить то найти слова здесь не то что это человек о котором здесь идет речь либо несколько людей они вынуждены вас любят нет они вас любят потому что они это хотят здесь искренне идет любовь но она болезненная да то есть вы вызываете какие-то такие эмоции внутренних сложная сложно этим людям сложно им приходится меняться понимаете а ну не всем хочется трансформироваться меняться не всем нужно это развитие у каждого свой путь здесь вот такое ощущение что в каких-то моментах но приходится этим людям как-то вот под вас подстраиваться потому что знать с одной стороны на одной чаше весов идет их любовь к вам а с другой стороны и принять полностью вас сложно потому что принимая вас они как будто бы становятся такими же как и вы и тогда они идут против общества а им этого не хочется потому что это но хочется быть как-то своим на среди своих они чужим среди своих и это такая достаточно психологическая вот такое психологическое состояние не очень приятная да то есть вот здесь такая категория людей хорошо давайте посмотрим может быть вас еще кто-то искренне любит аркан колесницы здесь люди не близки вам то есть я имею ввиду это не родственники это по аркану колесницы это могут быть люди как моложе вас по возрасту либо это девушки такие знаете с боевым характером либо все-таки я склоняюсь больше к мужской энергии такой но она не совсем зрелая и здесь это может выражаться например вот опять же если в контексте моей профессии да я бы могла сказать это есть я извиняюсь это моя взрослая собака таким образом обучает щенка с манером поведения как нужно а как не до что можно что нет вот это кстати не случайный пример да потому что здесь примерно такая же энергия то есть это могли бы быть допустим если я тарелок подписчики да то есть вот какая-то такая энергия то есть она не совсем лично и не совсем близкая вот если это например не подписчики то это люди которые с которым вызвать ну знакомый так скажем это не друзья это знакомые это достаточно молодая энергия возможно вы являетесь для этих людей как наставником как учителем и они вами восхищаются но здесь такая знаете молодая энергия с горячей кровью бурлящие люди активные либо это один человек я не знаю такой достаточно пробивной очень веселый легкий характер человек подвижный вот не идет улыбка такая знаете очень светлая улыбка у этого человека не знаю все же склоняясь что это парень молодой либо юноша не знаю но вот очень такая яркая яркая личность четверка мечей да скорее всего вы являетесь для этого человека наставником либо этот человек ну вот с одной стороны четверка кубков там показывает такую детскую энергию да не зрелую вот так же как и в аркане колесница то есть человек который вот только недавно встал на путь такой знаете взрослой жизни и вот познает этот мир он как будто бы познает через вас когда я говорю встал на путь я не имею ввиду что этому человеку там 20 лет либо 25 нет это может быть и более старший возраст биологический но вот именно на путь познания себя то есть человеку может быть здесь и 35 лет и 40 и вот он только сейчас созрел для того чтобы вот как-то что-то изучать какой-то определенной тематике вы являетесь для не для него наставником учителем здесь вот такая энергия а почему здесь любовь потому что он видит вас опять он да потому что этот человек видит вас такой знаете достаточно состоятельную личность и все-таки здесь акцент идет нам здесь так интересно если все же речь идет о мужском поле а вы являетесь женщиной да то здесь идет такое восхищение это очень напоминает какие-то романтичные такие энергии да то есть некие романы 19 века да когда молодой повеса влюбляется в такую более зрелую женщину и вот он смотрит на нее восхищенными глазами да не только потому что зарождается вот какие-то чувства вот этот вот флирт а просто вот восхищение как раз таки архетипом женщины до такой самодостаточной знающий понимающий жизнь ведущие которые знаете вот можно есть такие энергии мне пошли очень интересны у которой можно спросить какого-то совета да а вот та которая может вот прям а знаете обнять приголубить прижать груди и как-то вот вы знаете положить руку на голову полоскать вот такие какие-то приятные нежные но при этом чистое здесь идут какие-то вот нежности касания человеческого взаимодействия здесь очень много романтизма мне идет и очень много знаний которые передаются мудрости именно от женщины мудрый которая может находить правильные слова может как-то поддержать то здесь энергия она не не воинственная да вот в контексте изучения там не знаю боевых каких-то искусств закаляй дух и так далее нет а а здесь вот как будто бы идут какие-то беседы ну типа философских да когда люди могут не знаете как было принято в светских кругах там я не знаю 18 века например да либо в эпоху возрождения когда люди говорили независимо от пола говорили об искусстве да общались на уровне смыслов доносили какие-то смыслы друг для друга и вот здесь что-то такое то есть опять же таки сказать что это стопроцентно духовное нельзя и сказать что это стопроцентно женское тоже но вот здесь какое-то такое знаете общее образовательные дискурсы на на тему вот как-то знаете с одной стороны искусство что-то такого возвышенного а с другой стороны это как будто бы применимо в быту я не знаю как это связано но вот здесь какие-то такие энергии ну еще один наркан вытащу если еще кто-то кто вас любит есть один человек это человек этот человек здесь только более у этого человека аркан отшельника столько боли вот здесь я могу сказать что это мужчина здесь я могу сказать что это мужчина это не обязательно мужчина старшего сдать отшельник это вот просто архетип человека который склонен к одиночеству да вот к уединению человек который выбрал такой отшельнический образ жизни я могу сказать да то есть это человек не то что ему чужды здесь семейные какие-то ценности а просто это человек который понимает у него очень серьезный очень сложный характер этому человеку сложно вообще взаимодействовать с людьми он прикладывает большое усилие для того чтобы вот как-то общаться сложно здесь заключается в том что он устает от людей и вот выстраивать какие-то семейные более близкие отношения даже дружеские здесь этому человеку очень сложно и поэтому он как будто бы держит всех людей на некой такой дистанции этот человек что вас связывает вас связывает очень большая история с этим человеком эта история ни одного дня и это не курортный роман и это не не какая-то связь там знаете по страстям и все такое хотя это тоже имела место быть здесь ощущение того что вот вас связывает с этим человеком какая-то большая душевная история которая наполнена с одной стороны какой-то вот болью до невозможности в этой истории очень много запретов как с одной стороны так и с другой такой знаете вот очень напоминает на сказку чудовище и красавица да когда вот 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 здесь чудовище описан вот из этой сказки описан чудовище да то есть человек нуждающий в любви нуждающийся в любви в близости в теплоте именно вот в душевности в человечности прям очень ему это необходимо но с другой стороны это человек как чудовище да который прожил вот в этом своем замке неизвестно сколько лет и вдруг неожиданно появляется красавица и хочется и колется и мама невелитый человек понимает что я не могу тебе ничего дать кроме боли потому что ну вот я чудовище да и это правда на самом деле это не то что он так себя ощущает это уже сформировавшийся характер этого человека и здесь здесь у него очень много боли в касательно вашей истории вообще по жизни да но я сейчас не рассматриваю не считывая его жизнь а я считываю сейчас касательно его чувства в отношении к вам здесь это человек у него очень много боли от того что вот понимаете признать ему свою несостоятельность неспособность на любовь и одновременно ход на это чувствует то есть это настолько его разрушает изнутри но вот вы как будто вы знаете как некий такой аленький цветочек да опять же таки в метафоре данной сказки когда он смотрел на эту розу и каждый раз западал какой-то как этот лепесток и и он считал да успеет успеет ли прийти его любовь к нему вот в этом ожидании вот здесь такое ощущение что человек не проживает не знаю вместе вы или нет я склоняюсь к тому что здесь нет ну по крайней мере нету такого общения близкого но здесь вот прям такая знаете драма действительно но это драма как будто бы мне мне ощущается здесь как написано на небесах когда знаете вот люди должны встретиться но не для того чтобы быть вместе а просто для того чтобы оставить какой-то вот такой отпечаток отпечаток в жизни друг друга такой знаете сладко-горький то есть и сладость есть потому что были какие-то моменты любви позитивные но они были такие скоротечные что желание их возобновить но нас только было велико и и одновременно невозможно то есть здесь были запреты я не говорю о том что допустим этом человек был браке или нет здесь не такого рода запреты а здесь запреты касательно характера данного человека вот в чем дело то есть запрет на то что вот знаете как будто бы человек хочет но он сам себе запрещает да то есть я не могу на потому что я понимаю что в силу своего характера эгоизма замкнутости а социализации я буду разрушать вот это вот прекрасное в конечном итоге то что я люблю но в данном случае до женщина я ее разрушу вот своим вот этим вот характером и вместо того чтобы она цела и благоухала она завянет как этот цветок и человек это понимает и он сам себя останавливает но с другой стороны есть чувства здесь взаимные чувства как с вашей так и с его стороны и вот этот вот цветок вот это вот красавица она тянется к нему а в надежде что я могу исправить давай вместе но здесь какая-то вот знаете человек своей пещере вот в прямом смысле этой метафоры человек своей пещере своей вот этой вот тьме мгле ему комфортно жить так ему сложно как кроту выходить из своей норы и смотреть на свет потому что глаз нету да вот чем смотреть у меня никогда не будет глаз это они не они не вырастет да потому что природа другая вот здесь прям очень такая болезненная история поэтому я и сказала что здесь энергии такие но с другой стороны здесь вот вот эта вот история она как будто бы предначертана я ее вижу в прошлом опять же таки да скажу я последнее время очень часто про это говорю мне потому что я это стала отслеживать мне очень сложно сказать временные параметры было ли это в прошлом либо в будущем либо в данном моменте я не могу сказать я считываю информационное поле то есть ту информацию которую мне дают а откуда когда как я это не могу вам сказать поэтому вы уже сами будете смотреть но мне все-таки здесь ощущается что это вот некое такое прошлое описано прям столько здесь любви столько нежности знаете вот это это как этот герои герои романа вот книги мне кажется раньше писали вот эти вот романы глубокие прошлых веков были вот написаны как разки от таких героев до невозможности людям быть вместе но при этом они этого хотят а когда они находятся вместе они друг друга разрушают и когда они разрушают они ненавидят и вот это вот история любви и ненависти это одна грань одной гра две грани одной медали вот это вот как раз таки про эту историю вот по про этого отшельника здесь прям вы какие энергии так это была первая позиция да это вот прям столько более столько любви так первая позиция теперь идем дальше позиция номер два красненький камешек с вашим разрешением водички попью позиция номер два двоечки смотрим а если кто-то кто вас искренне любит не вы а вас если кто-то кто вас искренне любит четверка педакли да есть кто-то причем это человек давно давно это какой-то стабильный вы знаете кто это это стабильные это какие-то былые победа удачи это человек не новый у него он стабильно на стабильно любит и здесь знаете как здесь какая любовь а здесь любовь через заботу любовь через заботу через внимание здесь вас человек никогда не будет говорить это не ваш муж точно если вы замужем да это не ваши дети и не ваши родственники это человек с которым вы разделяете какие-то вот обязательства я склоняюсь к тому что это скорее всего как-то профессиональная сфера либо это знаете вот какое-то дело если вы занимаетесь волонтерством да то есть вместе с этим человеком сообща вы что-то делаете здесь ощущение того что вы делаете он прикрывает ваш тыл то есть если бы вы были как-то я не знаю на войне да здесь такое ощущение что это ваша сослуживец который на ранг выше вас и вот он прикрывает ваш тыл да то есть вы идете что-то делаете а он прикрывает то есть он смотрит ну знаете как телохранитель вот что-то такое если человек выражает свою любовь через заботу через внимание через то чтобы вам помочь здесь нету того что вот я угождаю нет здесь искренние какие-то такие чувства здесь любовь она выражается через заботу через внимание через то чтобы вот вам что-то напомнить ты помнишь да вот у тебя вот такое там например совещание да то есть если в это было опять же таки профессиональной какая-то сфера вот вы начальника он зам либо ваша правая рука то есть это человек который либо это коллега до ваш который ну вот он как некий такой серый кардинал вашей жизни он не проявляется вы знаете кто это вы знаете о его чувствах но вы не знаете глубину этих чувств потому что вам человек никогда про это не говорил но вы можете это увидеть то как он на вас смотрит опять же почему-то мне кажется что это мужчина да ну потому что здесь энергия она такая знаете мужская и это не молодая энергия это достаточно зрелый состоятельный человек опять же таки да не не слишком возрасте а здесь опять же таки я про возраст не говорю потому что возраст это вот особенно биологически это какая-то вот такая ширма да за ним могут может скрываться абсолютно другая энергия большинство из вас до биологически там один возраст а вас спросить вы скажете абсолютно другой либо в плюс либо в минус вот здесь вот такой вашего по ощущениям есть человек такой достаточно взрослый да но опять же таки здесь человек который понимает что вы не можете быть вместе да почему потому что здесь не знаю не могу объяснить но вы не можете быть здесь вместе как-то вот ну я имею виду если бы это была какая-нибудь любовная история нет с этим человеком вы вы можете быть друзья вы можете быть друзья вы можете быть приятели причем друзья может быть с детства либо была какая-то ситуация вот познакомились а потом вот как-то знаете он тоже хоть у него есть чувство к вам да он вас не рассматривает в роли пары своей да и скорее всего человек в чем-то восхищается в чем-то как-то видит вашу несостоятельность детскость и желание проявить вот какие-то знаете отцовские отцовские качества заботы любви я вот так сейчас подумал может быть это ваш какой-то дядя то потому что здесь здесь по какой-то причине это человек выбрал для себя роль за вашего защитника в роль вашего телохранителя почему он вас любит не знаю здесь такое ощущение вот он как будто бы вас видит своего ребенка может быть это действительно так ну опять же таки допустим если вы там дядя либо какой-то вот дальний родственник и он видит вас дитя там своего какого-то родственника берет на себя ответственность как-то за вами присматривать опять же таки он вас не воспитывает именно присматривает либо например у человека есть вот какой-то щей можете вы ему кому-то на кого-то напоминаете из его очень близких людей там есть на которые либо ушли и утратили либо разорвались какие-то отношения и нет возможности видеться с этим человеком вот как будто бы знаете компенсируете что-то в его жизни вот такие моменты здесь тоже может могут быть но это человек очень надежный это человек такой достаточно стабильный на него можно положиться но я даже склоняюсь к тому что вы даже не догадывайте вы его знаете но может быть вы даже не догадывайте что у вас есть вот такой в кавычках ангел-хранитель потому что здесь вот какую-то такую роль выполняет вашей жизни так если еще кто-то кто вас любит король пендакли а вот здесь вот может быть ваш муж да если вы замужем да здесь такая вообще другая энергия смотрите пендакли да опять же таки если кто-то учится по моим раскладам ну то есть начинающий таролог вам будет очень сложно потому что я говорил неоднократно скажу еще раз я не читаю карты по их ключевым значениям буквально да то есть я считываю информационное поле я вижу там есть на картинки звуки запахи все 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 что включается в входят мои рецепторы восприятия да и большинстве своем особенно когда я записываю в таком формате расклада я закрываю глаза и вообще не смотрю на карты да то есть мне мне они не нужны я только лишь со настраиваю с ними поэтому почему я это говорю потому что сейчас то что я буду описывать про короля педакли казалось бы да это вот пендакли вы энергии здесь абсолютно другой человек вот здесь можно было бы сказать да что здесь к находится король пендакли а вот в этом конкретном короля пендакли так как я его считываю энергетически в нем вообще нету какой-то пендакли власти то есть здесь человек достаточно такой эгоистичный опять же таки я не знаю почему мне его показали потому что ну то есть что я имею ввиду в контексте кто вас любит и я вообще сомневаюсь так как я его вижу что если у этого вообще человека чувство и ну том числе и любой потому что я ее не испытываю но при этом здесь показывают именно этого человека что он вас любит весь человек такой достаточно самоуверенный до такой самонадежный ставить себя на первое место я не могу сказать что он нарциссический но это вот тот человек у которого понятие любви это вообще не как-то вот они не в приоритете да здесь как будто бы знаете вот какой-то такой животный инстинкт когда бросаешь например еду там волкам да либо они раздобыли вот то когда что-то принадлежит там я не знаю одному волку либо тем более альфа-самцу да вот он как будто бы либо собакам у кого и собаки можете замечать они вот так и знаете лапу кладут и говорит все и это мое да то есть это мое никто трогать не будет то здесь какое-то чувство собственничества то есть любовь выходит через собственничество любовь здесь проявляется через какую-то ревность и но вот сказать что этот человек выражает к вам какие-то чувства нежности да вот какой-то ласки заботы здесь такого нет здесь вот такое ощущение что знаете штамп поставили в печати печати печать в штампе и все с этого момента вы как будто бы принадлежить опять же таки не могу сказать что он вас видит как не знаю вы его рабыня и должны все делать нет но это мое все если это моё я значит за этим больше вот как-то ну не ухаживаю не включаясь хотя может быть до брака это человек был другим он был более мягче был более романтично улыбался там я не знаю дарил цветы как-то вот был другим человеком что-то случилось и вот как-то вот после брака здесь человек изменился он изменил свой характер он стал более жестким стал более таким знаете претензионным в нем очень много такой вот надменности какой-то опять же таки сказать что это его характер я не могу но вот мне не нравится мне неприятно его энергии они мне не созвучны но опять же таки здесь не про меня а пара вас но я через себя пропускаю все энергии стараюсь вам их описать здесь человек знаете внешне он может быть казаться очень таким интеллигентным с чистой в чистой одежде да хочет сказать это ваша заслуга наглаженные там побритые подстрижены ухоженные да то есть человек который создает такой вид статусного мужчины с атрибутами богатства то есть это могут быть там есть на дорогие часы дорогие туфли там я не знаю автомобиль аналогичный но вот при этом хочется сказать что душа у этого человека какая-то вот черствая опять же таки она не с гнилинкой я не могу сказать что это гнилой какой-то человек и ну вот прям негативные какие-то моменты нет но это такой вот человек который знаете вот он на все смотрит на людей смотрят как на вещи вот я не знаю почему это я не знаю в чем эта причина безусловно есть какая-то там детская травма откуда это все все пошло потому что но люди так не 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 рождаются но здесь он такое знаете здесь в его окружении знаю может быть мама для него является вот единственным таким вот примером красоты и изящества и женственности а вот все все другие как будто бы и рядом с ней не стояли поэтому вот женскому полу на относится как то вот не знаю с презрением да то есть как это объяснить с одной стороны вот вы как будто вы являетесь для него значимый да потому что вы его там жена либо опять же таки если это не брак то это человек имеет на вас права вот я не знаю может быть это ваш отец не знаю но вот этот человек имеет на вас права и вот он как-то знаете вот я я застаканился да я тебя ну вот я стабилизировался вот это моё ты моя все больше я в тебя не вкладываюсь в контексте того что там с тебя говорить о любви и все такое не то что вы не заслуживаете просто у него вообще нету такого понятия что вот а зачем это это вообще не мое то есть очень очень странный человек здесь по энергиям и если мы говорим о том что но в контексте того что любит кто вас искренне любит здесь мне показывают что да он вас любит но опять же таки какая-то вот у него такая любовь ну я не знаю большинство женщин если спросить да и сказать вот смотри вот этот пример вот этот мужчина да вот эта женщина как вы считаете вот он ее любит или нет большинство скажет что нет но при этом он ее любит я я не знаю как это описать не знаю чем это выражает то есть если допустим вот эта женщина уйдет из его жизни а это очень сильно повлияет на его жизнь это в чем-то его может даже разрушить надломить то есть вы как будто вы являетесь его опорой но это человек никогда вам об этом не скажет не потому что он скрывает свои чувства потому что ну так для него норма я знаю вот у него какие-то правила нормы они они свои они не стандартные я даже не знаю как это описать я даже не знаю так ну давайте посмотрим еще может быть кто вас любит искренне кто-то вот хотелось как тот нормальный есть туз кубков да да и эта энергия любви это детская да здесь а может быть ваши ваши ребенки здесь ваши ребенки вас любят понимаете здесь энергия прям детская это даже не не подростковая вот прям именно детская здесь какой-то ребенок который вот заглядывает ваше лицо да вот он прям держит вас ладошках на ваше лицо смотрят и знаете как это мама посмотри на меня да опять же таки не факт что это ваш ребенок просто потому что я сказала мама да а здесь просто детская какая-то вот такая энергия может быть да здесь как вариант если вы работаете например воспитательницы на на учителем я не думаю ну разве что только первого класса не не здесь меньшими и здесь вот либо воспитателем либо как-то вот с детишками здесь может быть детской любой да когда вот они к вам тянутся а вот и и это действительно настоящая истинная любовь и это видно по тузу кубка здесь здесь много радости здесь много улыбок а почему-то все эти улыбчивые лица просят вашего внимания вот прям как будто вы знаете заглядывает вам глаза им им очень важно и вот они как-то смотрим не показывает что они смотрят ваши глаза как будто бы считывают как какие-то глубины внутри вас и с одной стороны знаете вот если смотреть с вашей позиции да на на этого ребенка который на вас смотрит вы вы должны улыбаться потому что она у него такое сияющее лицо такое яркое огромная улыбка он как солнышко на вот этот вот ребенок может быть это и солнечный ребенок да то есть болезнь не даун солнечные дети их называют может быть и такой но если смотреть с позиции этого ребенка на вас то он видит вас очень много скорби здесь человек вот этот ребенок смотрит ваши глаза я вижу вашу душу в ней в ней как это описать то правильно вроде бы есть какая-то иска то есть ваша ваши губы улыбаются ваши губы улыбаются а в глазах много 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 боли такое ощущение что вот вы хотите плакать я не знаю почему то есть энергия ребенка они легкие они позитивные они он сияет счастьем да то есть даже если это ребенок я не знаю солнечные с аутизмом не знаю может быть да просто обычный ребенок либо из детдома неважно то есть энергии ребенка они солнечные нелегкие это энергии праздника это энергии счастья а а ваши энергии они они какие-то знаете я вижу ваши слезы мне хочется плакать не потому что вы плачете а вот знаете бывают такие моменты когда накатывает вот гуком горло подходит и вот накатываю вот эти слезы они сейчас выкатятся и вы их сдерживаете до чтобы не показать ребенку то что вы чувствуете а чувствуете вы такую гамму разных эмоций и не сожаление и более и какая-то вот здесь как скорбь и одновременно чувство счастья то есть хочется и плакать и смеяться и вот какая-то такая гамма разных абсолютно эмоций и вот как будто раз вот этот ребенок у вас раскачивает почему я говорю этот ребенок потому что мне в моменте показывают одного но на фоне я вижу это как детский сад да то есть там есть и другие детки но вот потому что этот ребенок подошел к вам и вот знаете такое ощущение что может быть да то что я славливаю это какая-то ситуация вашей жизни когда вот вы были очень расстроены и огорчены и вы вы были в своем вот варились своем соку вот в этих всех процессах и подошел этот ребенок он как будто бы вас успокаивает и вот вы на него смотрите с таким благоговением и говорите боже мой ты мог ты ты мое счастье ты меня понимай меня не понимают другие иллюзии понимаешь ты да то есть человек который такой маляхенький да еще ничего не знаешь о жизни не знаешь от трудностях и ты понимаешь меня дает человек без опыта понимает а человек с опытом не понимает и вот и вот этого знаете такое чувство одной стороны сострадальчески вот прям вот мнеOG плакать хочется потому что здесь такие энергии что боже мой ну ну-как такое да то есть ты ты понимаешь меня и вот вам хочется и плакать и смеяться и и не знаешь как быть и вот потом знаете такое чувство хочется обнять этого ребенка потому что все равно передает вам вот этот свет и как-то вот забываешься потом смотришь на него и думаешь боже мой о каких проблемах ты говоришь на посмотри вот она вот она счастье вот он свет и за то что тебя поддерживает мотивирует как-то движет дальше и вы сонастраивайтесь на энергии этого ребенка и ваше настояние поднимается вот здесь показана вот такая любовь то есть вот в этом тузе кубков заложена вот такая вот искренно искренняя любовь безусловно вот такую безусловно любовь мне показали вот это была вторая позиция на сегодня прям столько эмоций разной любви я даже не знал что существует и такие формы любви так троечки троечки смотрим да специально буду выкладывать несколько вариантов потому что людей много да не обязательно что вот прям один человек либо одна группа людей вас любит а вы можете увидеть кого-то своего вот главное чтобы откликалась если не откликается не смотрим но это не значит у вас никто не влюбит это значит просто что я не смогла с поля считать настроиться с вами конкретно и считать вашей энергии кто вас любит троечки кто вас любит королева мечей а вы любите себя сами вы любите себя сами здесь не другой человек не другая женщина вы любите себя сами но вы любите себя как-то как-то жестоко я не знаю как как такая любовь может быть она искренне и она жестокая в чем заключается жестокость попробуем описать описать знаете когда вот нахлынивая нахлына будет вот поток этих эмоций чувства когда ты хочешь любить вы как-то себя сдерживаете то есть когда вы переполнены любовью и хотите ее отдать с кем-то поделиться вы как будто бы себя сдерживаете говорите что не надо не надо помнишь вот в тот раз ты отдала эту любовь до кому-то ты подарила ты обратила внимание ты напомнила и чем это обратилась есть такое ощущение что вот вы как-то опять же таки не то чтобы закрываете вы это все равно чувствуете но вы это сдерживаете да то есть здесь какой-то такой внутренний поток нахлынувает на вас периодически и вы его сдерживаете и вы вот прям как будто бы выстраиваете какой-то щит и говорите нет нет не покажу я буду держать это в себе но вот это как-то жестоко на самом деле потому что но любовь она наполнена для того чтобы мы делились мы наполняли других то есть мы пропускали ее через себя я на дальше двигалась вы ее пропускаете но вы ее сдерживаете и вот здесь такое знаете такое чувство что вот если бы любовь была человеком если ее можно было бы очеловечить и описать каким-то образом я бы сказал что здесь любовь плачет вот ваша любовь плачет страдает потому что она как будто бы знаете как в тюрьме в клетке она хочет выйти на свободу вы ее не пускаете и от этого больно но она вас понимает она понимает почему вы так себя ведете да почему вы ее сдерживаете и и и и помимо этого она вас любит ну то есть любовь не знаю как она относится к вам с любовью ну то есть со светом по-другому как-то не может да она страдает но вот по-другому никак как еще вы себя любите ну коль речь зашла о вас как вы еще себя любите девятка мечей не знаю как то здесь идет какое-то чувство вины что ли и ощущение того что вот я как будто недостойна любви потому что что-то сделала не так вы себя как-то осуждаете за что-то и говорите что нет я недостойна вот я говорю здесь как будто бы какой-то запрет не другим чтобы вас любили и вы не хотите любить вы не хотите потому что боитесь что будет больно опять как когда-то а другим не позволяете потому что говорите мне не нужна твоя любовь да то есть с одной стороны где-то я не заслуживаю с другой стороны мне не нужна мне нужны другие вещи то есть вы как будто вы хотите показаться той кем вы не являетесь но за этим скрывается конечно же какой-то опыт то есть здесь человек превратился из королевы кубка в королеву мечей то есть такую знаете рассудительную даму некую амазонку которая говорит о том что нет да мы и мужчин будем воспринимать только как инструмент для размножения ну то есть вот вот какое-то такое то есть без без привязанности потому что мне больно да и ты вот не заслуживаясь вот здесь какие-то такие болезненные моменты идут поэтому вы и себе не разрешаете и других не подпускаете но все же если вашем окружении кто-то кто вас любит искренне то вот понимаете здесь настолько люди конечно же есть да и то есть я не могу представить что нет кто-то кого-то кто у вас не любил но здесь такое ощущение что мне выставляют какой-то щит понимаете я не могу прочитать то есть я я стараюсь читать информацию ощутить а вот мне показывает какую-то такую знаете металлический щит как был у рыцари причем такой вот большой сверху вот как-то сейчас вот так вот здесь на камера вот она как-то вот так вот полукругом идет и потом внизу такое большое что такое длинное металлическая серы вы устраивать щиты говорите нет я даже слушать об этом не хочу на мне мне никто не нужен потому что мне так проще здесь причина заключается в том что вы потом привязываетесь к человеку и ваша привязанность она выражается в заботе да я хочу о тебе заботиться а люди здесь допустим ну считает себя самодостаточным и не нуждаются вашей заботе и и вас это очень сильно ранен вы говорите я тебя ну я же тебя люблю я хочу что-то сделать для тебя а человек как будто бы не принимает то что вы хотите сделать вам от этого больно и поэтому вы говорите все больше не на не надо мне здесь щит поставили если кто-то кто вас любит король мечей да ваша пара хочется сказать ваша пара да то есть человек это не обязательно то с кем у вас есть отношения да когда я говорю ваша пара я имею ввиду энергии мечевые очень схожие вот здесь любовь она какая-то такая знаете интеллектуально здесь появляется некий канал между вами может быть даже и телепатический здесь вот как не идет как профессиональная сфера и это два человека то есть вы и вот этот вот человек не знаю мужчина женщина не скажу который как тут вы вместе сообща работаете над одним проектом если предположить что это все-таки мужчина дата вы как будто бы знаете какая-то штаб-квартира и вы разрабатываете сообща какой-то военный план наступления и вот в этом процессе да когда вот продумываете анализируете высчитываете какие-то шаги что и как вам нужно сделать вот как-то сообща вот в этой интеллектуальной работе появляется любовь то есть этот человек он все равно себя ну ясное дело как если это мужчина да потому что я все-таки склоняюсь тому что это мужчина так энергия такая это человек все равно считает себя на пол ступеньки ну пускай не на целый на на пол ступеньки выше вас просто потому что он мужчина не потому что ваши знания ваш интеллектуальный уровень ниже нет просто потому что он мужчина и важно мужчине иметь вот это вот превосходство даты для того чтобы понимать кого вообще защищать если нужно да то есть это вот природа мужчины быть защитником а если на равных то кого защищать но при этом здесь идет вот это узнаете влюбленность ваш интеллект вашу способность просчитывать все до анализировать сканировать ситуацию здесь каких-то моментах вы даже него восхищается тем что превосходите в его в каком-то анализе то есть вы обращаете внимание на детали на которые этот человек бы никогда не обратил внимание и они очень важны для того дела вот которым вы занимаетесь на то здесь опять же таки вот то что я говорю описываю какую ситуацию это не значит что это так это значит энергия мне важно как-то энергию эту описать я ее описываю через метафоры через какие-то действия на мне для того чтобы вы сказали вот и вот это вот сто процентов так нет а для того чтобы в этом увидели энергию вот здесь вот такие моменты то есть то что видите вы на что обращаете вы внимание это человек упускает и вот за это он вам как-то знаете с одной стороны как-то благодарен с другой стороны этого восхищает то есть ваша какая-то вот проницательность ваше умение смотреть зрить вот прям саму суть здесь такое ощущение знаете как может быть там я не знаю партнеры по работе да вот как американские фильмы показывают детективы мужчина на 1 там женщина его помощница как-то 2 и вот он типа ведет расследование да и все говорит и вдруг она там говорит нет это не так он такой знаете серьезность смотрят на нее типа не так что где у меня не может быть ошибок и она начинает ему аргументировать и говорит вот и упустил вот этот момент вот этот и вот этот и он до гоп стоит призадумался в этом есть что-то но никогда не признает напрямую что да ты права здесь может быть и такие моменты то есть это человек любит ваш ум вот такое ощущение что знаете он говорит себе что ты могла бы дополнить меня да то есть вот как как бы сказать быть моей парой да если бы такая задача стояла по причине того что твой ум очень хорошо дополняет мой ум вот то есть одна голова хорошо 2 лучше вот ваши две головы это было бы идеально вы бумаги это знаете как больный клайн мы смогли бы там горы сворачивать вот что-то такое здесь очень интересное да и в этом вот такая знаете любовь этого человека через признание вас себе равным но опять же таки не 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 в контексте что да я тебя признаю но не забывай свое место здесь какая-то такая энергия и какое отношение это имеет к любви я не знаю но здесь человек любит вот как-то вот ваши мозги не знаю вопрос был кто вас искренне любит но вот так вот показали да то есть как как это может быть если еще кто-то кто вас искренне любит да есть есть здесь один персонаж маг такой знаете очень хитрый хитрый но не в плане того что вот вас как-то обмануть перехитрить а такой знаете хитрый который вам никогда об этом не скажет не признается ну такой человек очень активный подвижный почему-то мне кажется что вот он как путешественник либо он знает много иностранных языков подвижный человек такое ощущение что вот он как будто бы вас оставил как-то отметил для себя на потом ну типа я допустим вот поживу свою жизнь да вы когда я созрею допустим для серьезных отношений ты будешь у меня в приоритете первое с которой я хотел бы попробовать вот что-то здесь такое попробует любовные отношения но здесь есть какая-то дистанция мы вроде бы общаетесь но опять же таки это не какое-то сказать что это шапочное знакомство я не могу но ну здесь как так так интересно мне показывает этого мага как знаете когда писать человека на восточном базаре представьте там я не знаю из какой-нибудь сказки аладдина человек на восточном базаре в этом халате дорогом таком вышитом бордовым золотыми такими обшитыми краями вышитыми с тюрбаном на голове и вот он знаете как как звездочет что ли как что-то такое и вот он идет такой знаете как симбат мореход не могу понять вот что-то почему-то мне идет от путешественника да причем путешествие как-то вот по морю что ли но не на машине и не на и не на поезде не знаю вот как-то может быть путешествие на верблюдах не знаю может быть человек средней азии живет да что-то какая-то такая культура но опять же таки хочется сказать пройдоха и вот какой-то вот хитрый такой знаете хитрый человек но не в негативном ключе то есть не тот кто может как-то узнаете вот обмануть как-то подлость какую-то совершить нет здесь как это сказать опять же таки как на базарах идет торг на восточном базарах идет торг люди там клиенты торгуется с продавцами опять же таки сказать что они примут осознанно друг друга обманывает вот потому что я так хочу на тебе нажиться нет это просто вот какая-то такая модель взаимодействия да особенно там не знаю в турции в сирии даже в магазинах ну принято торговаться торговать и торговаться на торговаться и это считается нормой потому что это вот какая-то игра такая вот здесь что-то сделано виде игры и почему этот человек вас любит не знаю почему этот человек вас любит ну потому что знаете здесь вы кому-то бы ему нравитесь опять же таки третья позиция вообще удивительный вопрос да кто вас искренне любят а мне показывают какие-то абсолютно левые левые энергии ну вот что показывает то и читаю ты почему вас любит я не могу понять королева жезла вот почему ну потому что вы для него такая знаете с перчинкой с с вишенкой и совсем таким он видит вас как будто бы какую-то часть себя эта часть она как-то с театральная вот какая-то театральная такая не знаю театральный как это объяснить то блин какая-то знаете такая яркая когда актриса выходит на сцену она преображается она начинает проживать свою роль и ты понимаешь что это не она а это роль но все равно ты вот восхищаешься вот здесь вот что-то такое здесь как будто бы вот ваше сходство с этим человеком что он тоже когда ему что-то нужно входит какую-то роль и получает то что ему нужно и вот он у вас это эту эту грань видит что вы тоже по сути играете какую-то роль но вот то что вы есть на самом деле он как будто бы видит вас и на сцене видят вас иные за кулисами и ему нравится вот та роль которой вы презентуете да возможно это вот как каким-то образом был бы его идеал но при этом узнает что есть вот какая-то вторая сторона медали ваша да вот этого за кулисье она ему как-то не близко вот он ее видит вот какая-то теневая сторона и она ему не близко поэтому ему проще вас лицезреть он так это знаете вот почему-то мне показывают ну например как фильм до джули спитом мистер и миссис мир вот они вроде бы тоже да каждый делает свое дело свою роль да но как это сказать они схожи роли вот здесь нечто такое да что человек мог бы вас влюбиться потому что вот вы в чем-то на него похоже вот какой-то вот этой роли да опять же таки если этот фильм смотреть она там тоже за кем-то охотиться да и он и у них одинаковые навыки у них одинаковые способности умения взгляды вот в этом направлении то есть не не вообще по жизни а вот в одной какой-то стезе в одном каком-то направлении поэтому и здесь акценты говорю как-то на хитрость на манипуляцию вы тоже как-то вот такие вот изворотливые в чем-то да как-то можете переиграть своего оппонента что-то по-другому предоставить показать вот есть здесь какая-то схожесть и ему нравится вот эта грань потому что в ней он узнает себя а поскольку он себя любит да вот здесь есть вот это вот я тебя люблю потому что ты на меня похоже не потому что ты есть так кто то есть а потому что ты на меня похоже но в этом есть искренность потому что он же себя искренне любит и поэтому вот это вот грань ваш вот эту часть он тоже искренне любит хорошо если еще кто-то кто вас искренне любит восьмерка пендакли ну начальство но опять же таки да здесь нельзя сказать что здесь вот прям любовь любой здесь к вот вашем случае да здесь все эти персонажи любви они какие-то условленные да то есть любит за что-то вас не вас искреннюю а за что-то опять же таки почему потому что вы ограничиваете вы не позволяете людям себя любить ну то есть вы сдерживаете свою любовь вы ее не транслируете как следствие знаете это как можно было бы скрыть солнце на то есть солнце как при неком таком затмение полном то есть солнце скрыто но вот этот вот корона до ободок вокруг лучи скрыть невозможно вот у вас здесь что-то такое то есть вы скрываете свою любовь на лучи все равно просвечиваются и вот эти вот лучи которые так разные направления светится вот каждый человек из того кого я здесь описала он реагирует на ваш один лучик не на вас потому что солнце закрыто вы не даете это любовь и не пускаете а вот на эти лучики вот какие лучики такие такая любовь здесь вот может быть ваш профессионализм до люди любят здесь могут быть ваши друзья они любят вас действительно за ваш профессионализм и за ваше постоянство что вы ну не меняетесь что вы надежные чтобы вам можно обратиться здесь скорее всего вас любит ваши друзья скорее если вы женщина да то возможно ваши подруги и у одной такой знаете как это запах а вот меня все время это удивляет как описать запах однозначно это какие-то французские духи которые были в собью в союзное время то я не могу сказать на что это похоже прям такие знаете очень прям такой элегантный запах вот есть в вашем окружении ваша подруга что ли скорее всего прям она так пахнет очень хорошо вот этими какими-то французскими утонченными духами но это не не фейковые это вот какие-то очень дорогие какой-то знаете такой маленький флакончик и и вот почему-то что-то мне красное идет и не знаю как этот запах может быть коробочка какая-нибудь такая красная и у нее крышечка крышечка маленький такой флакончик и у нее крышечка какая-то такая золотая она очень напоминает знаете как шахматах у кто это там ферзь и как там правильно называется я не знаю такая вот какая-то как у верховного жреца да шапка есть вот какая-то такая такой формы крышечка там еще что то есть по бокам тоже золотое такое в общем но не суть но вот какая-то женщина есть такая вот очень прям утонченная такая элегантная ну по крайней мере внешне да я сейчас не буду копать внутрь ее но внешне вот она такая она почему-то любит но я ее вижу в юбке карандаш это очень важно такая знаете вот она фигуристая и юбка карандаш у нее который вот облегает и подчеркивает ее фигуры вот этот вот аромат вот прям знаете как моника белуччи вот идет и все на нее вращает внимание вот что-то здесь такое и вот она вас любит и вот она вас любит а знаете вот как как умеют подруги любить я не могу сказать что здесь какая-то корысть по крайней мере она вам не завидует она такая какая она есть она пользуется вниманием мужчин окружающих но она такая достаточно знаете самодостаточная она не любит лезть и при этом она очень хорошо контактирует с людьми люди тоже на нее обращают внимание может быть даже и из-за внешности да потому что она каким-то образом выделяется выделяется на фоне других но это не значит что допустим вот вашей дружбе она как-то себя превосносит над вами нет вот прям на равных такая знаете есть такое еще ощущение интересный такой образ ну вот представьте там женщину с прекрасными формами на вот эта юбка карандаш сверху пиджачок такой знаете деловой бизнес-стайл а в одежде вот и приходит к вам на кухню причем в этих каблуках высочайших обувь ну туфли лодочкой вот и с таким видом с очень дорогим ароматом сажать садиться на вашей кухне говорит слушай мне так фигово давай выпьем и вот этот вот в образ да как сидят на кухне не знаю женщины и пьют из пиалушки водку и ну либо там что-то такое вот ну либо из а боже мой из кружки может быть ну то есть само по себе ну предполагается что допустим если даже это и шампанское да но это должен быть бокал должен быть бокал такой красивый а здесь получается вот какая тара есть да под рукой давай выпьем ну то есть это вообще не связывается но то есть это к чему я говорю к тому насколько она просто вот неважно какая внешность насколько это человек а простой и мне очень нравится она она искренняя она не не напыщенная она искренняя на настоящее вот вот она вас любит опять же таки снова любовь обычно мы привыкли использовать в любовный на каком-то контексте здесь она как бы так сказать она вас любит ну да ну как можно любить подругу пообщаться поддержать как-то не знаю разделить может быть с вами какой-то свою боль куда-то сходите вместе ну то есть она здесь настоящая я об этом я это хотела сказать так и на этом мы заканчиваем такое у меня был сегодня ну на мой взгляд очень интересный расклад благодарю еще раз наталью на этой неделе очень много раскладов которые предложила наталья как на этом канале так и на моем втором ссылка есть под этим роликом кто не подписался проходите подписывайтесь мне понравилось я получила вот прям удовольствие и есть одна позиция которой хочу прослушать для себя потому что там что-то меня зацепило все прощаясь с вами до пятницы пятница будет достаточно специфический такой расклад вот будет он называться какой урок проходит сейчас мой ребенок если у вас есть дети вам интересно то особенно если ну что-то не не получается да у этого ребенка в жизни думаю вам будет интересно послушать это опять же таки тема наталья которая предложила все прощаясь с вами всем пока пока